Ребя, здорово! Сейчас очень модная была тема в Инстаграме, актуальная в трендах. Это когда в вертикальном рильсе ты используешь горизонтальные кадры, снятые на обычную камеру или снятые на телефон в горизонтальном режиме, когда кадры складываются друг на друга с топкой. Рекомендую подсматривать, как делают другие топовые какие-то Инстаграмщики. Это несложно повторить, если немного вникнуть. Сейчас я хочу показать, как делаю это я с использованием оверлеев или другими методами, которыми можно так делать. Причем, что уже как бы не было контента по Final Cut на YouTube давно. Кто за мной там везде следит, знает, почему этого не происходит. Я выкладываю там какие-то свои портфолийные работы. Ну что ж, так получилось, но Final Cut никуда не девается. Поэтому сейчас покажу, как накидать в рилсах и в сторисах горизонтальные кадры с топкой с использованием оверлеев. Оверлей будет по ссылке в описании. Пкачивай, пользуйся на здоровье, делай модные классные сторисы. Поехали! Подица с каким-то душком. Итак, получается, вот у меня есть какой-то некий набор кадров, да, снятых на дрон в одной из очень красивых локаций Камчатки, о которой у меня еще будет видео. И, допустим, я хочу эти шоты использовать в вертикальном рильсе, но хочу, чтобы они были горизонтальные. Такой пример у меня уже был в Инстаграме. В рилсах я использовал вот эти кадры. Причем, что я их использую, видишь, по-разному. Там по три шота, по пять шотов, по три, по четыре, там, по вся... Вот по четыре, например. Мне кажется, по четыре это самое удобное, они влазят в аккурат. И как раз у тебя получается вот этот вот формат 16 на 9, да, кажется, или как он там называется. Не суть. В общем, вот есть набор кадров. Давай сделаем их одинаковой длины. Чтобы это сделать, выбираем их все. Нажимаем два раза вот сюда. Например, сделаем их по три секунды. Набираем на клавиатуре три секунды. Жмем ОК. И они становятся все одинакового порядка. Для этого нам нужно вообще-то проект сделать вертикальный, а не горизонтальный. Чтобы так сделать уже в имеющемся проекте и не создавать новый. Нажимаем, короче, выбираем проект. Вот здесь во вкладке в инспекторе у нас Modify. Нажмем сюда. И здесь уже в текущем проекте мы можем изменить его параметры. Вертикальный, горизонтальный, 4К и всякие разные. В нашем случае нам понадобится вертикальный. В рилсах меня кто-то недавно спрашивал про потерю качества. Я ему порекомендовал выкладывать все в 4К в максимальном разрешении. Он это сделал конкретно в рилсах, а не в посте. И в рилсе у него качество было лучше, если при использовании 4К разрешения 2.160 на 3.840. Выбираем его. Жмем ОК. У нас меняется наш проект на вертикальный. И самый простой способ это нам накидать кадры с топками вот таким образом. И каждый шот при свободном трансформировании просто поднять и поставить друг на друга. Видишь, у нас получается такая черная полоска между шотами. Это убирается легко при помощи скейла. Каждый кадр мы подскейливаем, увеличиваем. И у нас вроде бы как уже получается вот такой вот рилс. Но нам не очень это может нравиться, потому что ты можешь просто-напросто не попасть в его правильный формат этих кадров. У тебя какой-то кадр может быть шире, какой-то уже. И это не совсем удобно. Но зато это самый быстрый способ. Хотя второй способ не менее быстрый. Я как делаю? У меня есть такие наборы оверлей. Уже заготовки. Их можно сделать самому. Там в фотошопе. Это обычный PNG файл. Мы можем либо перетянуть его сюда, нажав на этот PNG файл, в его настройках, вот здесь в Blend Mode, сделать его как оверлей. И здесь, подсматривая на полоски, на этот формат, мы можем подгонять кадр под уже наше стандартное при помощи скейла, либо кропа. Это второй способ был. Но самый грамотный, которым пользуюсь я, хотя почему грамотный, все относительно, какой удобнее, таким и удобнее будет пользоваться тебе, ты эти оверлеи можешь подгрузить прямо в Final Cut и уже удалить эту папку, чтобы она у тебя так не висела на рабочем столе. Получается, вот здесь во Viewer, здесь во View, во вкладке, есть возможность использования оверлеев. Это показать кастомный оверлей и использовать кастомные оверлеи, те, которые мы добавляем извне. Для того, чтобы добавить, выбираем Choose Custom Overlay, Add Custom Overlay и здесь на рабочем столе выбираем нашу папку с оверлеями, выделяем их все, нажимаем Open, я не буду нажимать, потому что у меня они уже добавлены. Когда ты складываешь кадры с топками, давай попробуем сложить, например, 4 шота, да. Здесь во вкладке View открываем Choose Custom Overlay и мы можем выбрать, какие нам нужны сетки, 3, 4 или 5. И для того, чтобы их было видно, выбираем Show Custom Overlay и здесь мы можем выбрать настройку Opacity 25, 50, 75 и 100%. Я выбираю 25% Opacity, это как раз видно полупрозрачные наши сетки и видно сам шот. Дальше мы просто каждый кадр подгоняем при помощи трансформирования, я обычно это сделаю здесь во вкладке Transform. Каждый кадр подгоняем под сетку. Видишь, мы сразу же видим, насколько нам нужно его кропнуть вот в этих полосках. Подгоняем вот так, дальше переходим во вкладку Crop сюда, кропим сверху, кропим снизу. Здесь такая у нас дальше тон моторика. Переходим к следующему кадру, также его подгоняем. После того, как мы разместили все кадры, мы можем вот так увеличить и увидеть здесь где-то какую-то пустоту, ее еще раз подкорректировать, вот эти промежутки все. Дальше отжимаем Overlay, Show Customer Overlay, убираем галочку и видим наш уже готовый Reels. Вот так он выглядит, вот так все это просто происходит буквально в три клика. То же самое ты можешь делать и с тремя полосками, и с четырьмя полосками, и с пятью полосками и сделать пять горизонтальных полосок. Вот так просто можно добиться ровных, короче, кадров и сделать себе качественный, крутой, стильный Reels. Не обязательно использовать музыку в Final Cut и добавлять ее. Скинуть, короче, этот видос в Reels в Instagram и там уже выбрать музыку и добавить свои там какие-то топовые кадры, которые ты сделал в съемочный день и поделиться ими всеми, чтобы все захотели в эту локацию. Ну что ж, такой быстрый видос по Reels, по монтажу Final Cut, но я думаю, что ты на самом деле уже это знал и использовал любой из этих методов. И пользовался и Overlay, и стопками, и как только ты наверняка уже это не делал, но, скорее всего, кому-то может пригодиться и будет полезно. Поэтому Overlay скачивай по ссылке в описании, пользуйся, добавляй их и делай свои самые крутые модные Reels. А у меня контент по Final Cut будет все-таки выходить, я на это не забиваю. Сейчас пока у меня большой съемочный сезон, много съемок, много монтажа, очень много монтажа, много монтирую. Короче, провожу время в полях там где-то, да, летаю, снимаю и много монтирую. Поэтому сильно не серчай, не отписывайся или отписывайся, не знаю, как хочешь. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok